Вопрос такой, все ли знания, которые мы можем где-то достать на 100% полезны? Скажи, Юрий, ты сталкивался с какими-то, может быть, советами, может быть, в начале своего пути или не в начале от людей, которые в той или иной степени были для тебя авторитетными, но потом понимал, что, наверное, эти знания не особо применимы и, может быть, даже вредны? Да куча, на самом деле, знаний. Из тех, что мне потом аукнулись и аукнулись неблагоприятно, точнее, травмой, то есть это было по истечению уже нескольких лет. Это, как всегда, самая распространенная ситуация, то есть ты там качаешь пресс в зале, в лифтерском зале, само собой, и тебе говорят, бля, что ты делаешь, ты что, педик, что ли, нафига ты это качаешь? Тебе что, кубики нужны? Мы же пауэрлифтера, нам надо тянуть, приседать, жать, что-то типа там. Пауэрлифтер должен быть сильным, и они там эстетом красивым, и тому подобное. Ну и ты такой должен, блядь, что-то застремался, типа, да ну нафиг, да, пизду я не буду делать, короче, что я вообще там, чем занимаюсь? Пойду лучше там, это не знаю, что я там. Безу в качну. И по итогу что получилось? То есть и к 2013 году, к 2014 году, из-за нарушения осанки, потому что получается гипертонус выпрямителя позвоночника, то есть до нарушения осанки, вот, а так как у меня была трофея, получается, брюшной мышцы, плюс еще использование ремней во время, там, тяги, приседы и тому подобное. Вот, то есть приводится к нарушению осанки, повторюсь, и, соответственно, привело к трем протрузивам в одном отделе. Вот и все. То есть и полтора месяца, не полтора месяца, полтора года. Я не мог нормально представить, если у меня посыпался килограмм на 40-50, и техника поломалась, соответственно, результаты упали. В общем, короче, ничего хорошего, не говоря уже о самих болях в спине. Слушай, ну, видимо, это такая распространенная ситуация в парлиферских залах, потому что я тренировался при ИСК МАИ, там тренировалась сборная, и тоже как-то в начале своего пути слышал такие советы, зачем ты тратишь энергию на тренировку пресса, но при этом же есть ресурс определенного организма. Если ты потратил ресурс сюда, то, может быть, меньше ресурс останется на жим, присед и тягу. Вот, ну, как Юр уже сказал, тренировка пресса все-таки необходима. Вопрос, для чего она необходима и что она нам может дать, я думаю, мы разберем его. Да, конечно, у нас это все будет разбираться чуть позже, вот, соответственно, как делать и для чего это все, конечно же, нужно, то есть более подробно мы разберем. И расскажем, давай, наверное, об этом попозже, ближе к концу, поэтому, кому интересно услышать все-таки про это, оставайтесь с нами до конца. Само собой. А какие еще советы? Смотри, советовали приседать в пол? Ну, то как, что советовал, да, то есть садись глубже, там глубже, 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 там высшиташник сидит, давай же опай в пол, там еще что-нибудь, у тебя там проблемы с гибкостью, да. И ты там садишься, у тебя там поясница заворачивается, не знаю что, то есть ты тазом клюешь там градусов на тридцать, вот, и, соответственно, потом эти проблемы начинаются с поясничного надела. А Павел спрашивает, проблемы появились из-за пресса? Проблемы появились скорее из-за отсутствия достаточной нагрузки на пресс, уделения ему должного внимания. Так, Юрий, ответим, Павел. Пока читал другие, послушал, что ты... Павел спросил, проблему, которую ты описал, появились из-за пресса? Да, именно из-за пресса появились, еще раз объясняю, то, что трофея мышц пресса, то есть и гипертонус разгибателей позвоночника, то есть дал дисбаланс, соответственно, мышечный, потому что это мышца, работающая в одной плоскости, но получается разгибатели гипертонуси, соответственно, разгибают позвоночник, разгибатели никак не работают, то есть в итоге осанка такая получается, алиосолдатская, скажем так. Вот, и само собой, из-за, то есть следствие, из-за этого шло неравномерное давление на бежпозвоночные диски, что вследствие мне выдало три протрузии в ровном отделе. Еще раз повторюсь. Вот, но зато теперь мы знаем, что и как делать, и знаем, как сделать так, чтобы у вас такого не возникло. Итак. Мы переходим к полезным советам. Вот, сегодня у нас опять тема полезных советов в пауэрлифтинге. Мы начинаем. Первое, это по приседу. И первый совет, это не всегда нужно стремиться сохранять колени в рамках проекции стоп. Кто с этим не согласен, можете, конечно, писать в чат. Вот, объясню почему. Потому что у нас, во-первых, есть разный тип антропометрии, разный человеческий рост, то есть рост спортсмена. Вот, поэтому, то есть, если, например, у нас двухметровый спортсмен, да, и у него там нога как, не знаю, золотое копытце, вот там, размером, не знаю, там, 33 размер, да, то длина ног, получается, у нас большая, соответственно, длина голени тоже большая. То есть, у нас есть стопа, голени, соответственно, если будут валиться вперед, да, при таком росте, то это, в принципе, нормально, то есть за проекцию стопы. Вот, если у него там размер обуви, там, 50-й, то, соответственно, можно как-то как-то стремиться, то есть, сохранять колено в рамках проекции, но на самом деле, то есть, на проекцию вообще лучше не смотреть вообще, вот, то есть, нужно смотреть на общую картину в целом, то есть, на амплитуду в коленном суставе, на амплитуду в тазобедренном суставе, то есть, смотрим вид сбоку, вид спереди, то есть, оптимальное разведение колен, то есть, ну, как бы люди при постановке техники смотрят вообще не на то, что нужно. То есть, говорят там, давай тазом назад, колено вот на уровне проекции и все. Ни хрена не все. Вот, то есть, нужно кучу всяких нюансов учитывать, не говоря о том, что уже и об опоре и тому подобное, то там, дави, давай опирайся на пятку, работай тазом назад, там, колени только стыд, что-то проекцию не уходили и в итоге там получается вот так вот просто там сложила, разложила, и ты там сделал не писать, а буддмонинге, еще и не досел. Вот, и потом там у тебя из-за того, что у тебя большая амплитудов с бедреном суставе получилось, тебе показалось, что ты там опустился там глубиной в километр, вот, и что сел жопой в пол, а по факту, то есть, никакой работы в коленном суставе основной не было, вот, соответственно, до седа не было. Вот, еще и встал кое-как. И еще там начинаешь спорить с людьми, да я там, блядь, сел жопой в пол, чего вы мне не считаете, потому что... Просто сложился. Просто вот такая ситуация, да, сложился, разложился. Алексей пишет, но разве это не вредно заваливать колени? Тут вопрос, говорит, идет, правильно я понимаю, не о заваливании, а то, что надо смотреть на угол или на проекцию? Да, в первую очередь, то есть, что с такой, да, идет риск заваливания, да, о проекции. То есть, не о проекции, а о гугле. О гугле. Мы путаемся, правильно получается? Нет, ну, мы же говорим, видишь, написано, что, то есть, в рамках проекции стоп, нужно сохранять. Вот, то есть, мы не смотрим, чтобы колено у нас было в рамках проекции. То есть, еще раз напоминаю, смотрим, а в все картине в целом. То есть, амплитудка в тазобедренном суставе должна быть всегда немного больше, чем в коленном суставе, потому что разгибатель в тазобедренном суставе не сильнее, чем разгибатель в тазобедренном суставе. И мышц больше, и мышцы больше в поперечнике, поэтому на этом нужно общать внимание. То есть, сильно уход колен вперед, то есть, просто, да, если мы садимся, например, а-ля как фронтальный присед, спина вертикальная, колени летят вперед, вот, то есть, таз, ну, стремится к пяткам, то, само собой, у нас единственный момент, то есть, в данной ситуации, то есть, во-первых, это будет нерезультативно, потому что у нас есть крутящий момент, то есть, вся нагрузка смещается на колено-сустав, нагрузка в тазобедренном суставе равна почти что нулю, вот, то есть, мы мышцы, те самые сильные мышцы, да, которые участвуют в приседе, мы их, соответственно, не задействуем никак, соответственно, результативность у нас ухудшается. Вот, и, то есть, колено, это будет ли вредно, если только в том случае, если у нас большие мышечные объемы, и, то есть, задняя поверхность бедра будет встречаться, получается, с голенью, вот, создавать еще один крутящий момент дополнительный, и, соответственно, соприкосновение, да, голенью бедро у нас, получается, будет расходиться сустав, то есть, открываться сильнее, вот, что нам даст, такое, как бы, стремление разорвать, скажем так, связки и суставную капсулу, вот, поэтому таких моментов тоже нужно стараться избегать, в случае, соответственно, больших мышечных объемов. При движении в сет акцентируйте внимание на положении корпуса. Да, то есть, в первую очередь мы должны акцентировать внимание на корпусе, то есть, не… получается, когда мы стремим… это особенно речь идет об экипировочном присутствии, вообще, в первую очередь. Вот, то есть, когда мы начинаем садиться вниз, да, то есть, и акцентируем внимание на корпусе, то есть, когда там, если мы, например, акцентируем внимание на тазе, да, например, тебе там говорят, садись тазом назад. То есть, ты садишь тазом назад, голень у тебя более перпендикулярная становится, ты начинаешь больше складываться корпусом, и, соответственно, само движение оптимального не получается. Когда ты работаешь коленями вперед, тут тоже не совсем верно, ты можешь… можно работать коленями вперед, то есть, начинать движения с колен, как я, бывает, иногда рекомендую. То есть начинаешь колени, движение с колен, как только колени доходят до определенного момента, то есть дальше ты дорабатываешь тазом, то есть опускаешься, и там уже корпус у тебя сам. То есть он насколько нужно ему наклониться, он настолько и наклоняется. Но если просто сразу акцентировать внимание на наклоне корпуса, если его сразу чувствовать, и соответственно не забывать разводить колени в сторону, то это все положение колен и таза само станет оптимальным. Поэтому в первую очередь нужно акцентировать внимание на спине, на вторую на коленях, соответственно уже на таз обращать внимание. Конечно же за исключением случаев, когда человек боится наклонить корпус и садится четко вертикально спиной и коленями вперед, либо привычка садиться все время тазом назад, то есть наоборот боится увести колени вперед. То есть у нас два страха – уходить колени вперед, убить колени, второй страх – убить позвоночник, наклонять спину, то есть такие популярные ошибки. Поэтому, соответственно, в зависимости от этого мы будем смотреть, то есть на что больше обращать внимание, то есть на что акцентировать движение. Не прогибая спину, сохраняя нейтральное ровное положение. Но про это может Останислав сказать, почему так нужно делать. Ну вот это также связано с мышцами пресса, мы должны напрягать наш весь кор со всех сторон. Если мы акцентируем внимание только на прогибе в пояснице, переразгибаем поясницу, то в принципе у нас и опора теряется, так как все мышцы кора должны участвовать для того, чтобы держать ваш корпус. И расслабление пресса ведет в принципе к тому, что опора должна быть, чтобы вы сделали движение. У вас будет перенапряжение мышц поясницы для того, чтобы с другой стороны сбалансировать, будет перенапряжение воздушно-поясничных мышц. И таким образом таз начнет заваливаться вперед и, во-первых, к чему это приведет? К рано или поздно к травме или сначала болем, потом к травме, если вы будете через боль делать, может одновременно наступить. К снижению результативности, потому что если хотя бы одно звено в вашем организме слабое, то ваша сила оценивается по максимально слабому звену. Идем дальше. Ремень должен быть комфортно затянуть, не отвлекать дискомфортом. То есть это как раз таки тоже говорит о том, что если мы будем перетягивать ремень, ну, как правило, его после того, как я писал тянуть без ремня, то есть у нас пошла мода тянуть без ремня. Как сами большие тяги пошли в сумму, значит тянуть в сумму. От этого большей части новых классики. Поэтому, в частности, если говорить о приседе, то есть ремень должен быть затянут комфортно. Вот, то есть не сильно жестко. То есть, соответственно, если мы его затянем слабо, он просто у нас будет, получается, елозить вверх-вниз по пузу. Вот, и вы это сразу почувствуете. Соответственно, при такой ситуации нужно его будет затянуть чуть потуже. Вот, то есть бывают случаи, когда с гиперфанатизмом перезатягивания ремня, то есть когда ломают ребра, знаю такие случаи, то есть непонятно. То есть, во-первых, да, то есть можно травмировать ребра, хрящевые ткани, можно даже травмировать фасции, например, если у тебя карабинное ремень, ну, там идет внахлест, или, например, тебе там бляжка, да, например, у ремня, который не карабинный, он бывает тебе при наклоне впивается в живот, вот, и, соответственно, травмирует фасцию. Потом со ремнем натянуть просто больно, даже не просто приседать в ремне, а даже затянуть его больно. Вот, такие ситуации бывают. Вот, и в первую очередь, то есть чем жестче затянут ремень, тем меньше контроля над мышцами у нас идет. То есть, во-первых, над мышцами пресса, потому что, получается, в первую очередь нам передавливают живот, вот, и, соответственно, у нас происходит неким образом атрофия, вот, и, в принципе, иннервация нарушается в мышц пресса. И также у нас передавливаются разгибатели позвоночника, вот, и, как правило, у тех, у кого пояс перетянут, перезатянут, вот, и, как раз, у нас таким пресс не работает, вот, и когда пресс, как раз, так, не включается в работу, вот, у нас такая ситуация возникает, что мы начинаем очень сильно напрягать разгибатели, вот, то есть, чтобы именно за счет них держать спину ровной. Мы его держим, соответственно, не ровной, а в переразгибании, то есть гиперлордозе, то есть мы прогибаем, начинаем прогибать, что, опять же, вредно для позвоночника раз. И, соответственно, будет сказываться на результате, особенно в тяге, например, да, то есть у нас переразгибание позвоночника, оно нам увеличит еще и амплитуду и нарушит нам оптимальный уголь в стартовом положении. Скажите, пожалуйста, были ли у вас такие случаи в тренировочном процессе, что вы чувствовали то, что слишком сильно затянули ремень уже на выполнении упражнения? То есть, там, делайте подход, решите посильнее и почувствуйте, что поднимать того сложнее. Те, кто что-то спрашивают и в Инстаграме, в прямом эфире, вот я вижу, а на эти вопросы не отвечают, писать бесполезно, что ли? Мы отвечаем на вопросы на ресурсе ProofMe, ссылка в шапке профиля. Там есть как чат и также есть вкладочка вопроса, куда можно писать вопросы. Мы в конце вебинара, что успеем, рассмотрим. Итак, ну вот видишь, теория подтвердилась уже практикой, есть ряд людей. Ну, не говоря уже про воздух, это само собой. Вот, и еще такая ситуация, то есть, то, что в пауэрлифтинге, вообще в любом виде спорта, то есть, любой элемент экипировки, вообще все, то есть, должно быть комфортно. Обувь должна быть комфортная, экипировка, там, комбез, намотка, все должно быть комфортно. Все, что доставляет дискомфорт, всегда скажется на технике выполнения движения. Соответственно, ломается техника, сыпятся результаты. То есть, эту закономерность мы сюда должны наблюдать. И так, далее. Опор должна быть на всю стопу. Опор должна быть на всю стопу, а не на пятку. То есть, как некоторые говорят. Если бы нужна была, должна была бы быть опора на пятку, то у нас была бы, была бы не стопа, а копыта, как у коров и лошадей, скажем так. Вот, то есть, у нас есть пальцы на ногах, то есть, с целью стабилизации движения. Вот, соответственно, если мы будем смещать, то есть, акцентировать давление на пятку, то есть, какая у нас ситуация возникнет. То есть, чем больше мы давим на пятку, и при смене, там, например, траектории, мы начинаем садиться вверх, либо вставать. То есть, мы начинаем садиться вниз, либо вставать вверх. Вот, чуть-чуть, например, там, корпусом сыграли вверх, да. Вот, то есть, траектория у нас уходит снаряда назад. А мы уже, то есть, изначально ложно создали опору на пятку, плюс мы уходим назад, начинаем падать назад, а, как бы, если спереди, например, валимся на носок, то и кроножный подрабатываем, да, стабилизируем движение. А пятка у нас там, в принципе, ничем, кроме мозоли, ты не сможешь стабилизировать. Вот, поэтому, хотя бы только поэтому, нужно опираться на всю стопу. И, опять же, опираясь на всю стопу, мы также можем контролировать траекторию движения снаряда. То есть, если, когда мы, ну, то есть, опираясь на всю стопу, вот мы чувствуем каждый момент, когда она чуть-чуть назад уходит, там, чуть-чуть вперед на палец, там, лево, право и тому подобное. Вот, то есть, когда мы опускаемся вниз, и опор у нас сохраняется, вот, это говорит о том, что у нас траектория снаряда максимально вертикальна. То есть, без отклонения. То есть, то, к чему мы все должны стремиться, само собой. Вот. И, в принципе, про опору можно более подробно рассмотреть в моих, в моих, в чем, в статьях, само собой. Что по поводу связи. Пока что у нас тут немного затроили. Не слышно. Ну, в Инстаграме понятно все нормально. В Инстаграме переходите по ссылке в шапке профиля. Вы не видите презентацию. Пишут норм в Инстаграме и не хотят переходить. Так, 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 вот, уже слышно. Пропадаете. А пропадали, то есть, да, сейчас как? Сейчас нормально? В чате пишут отлично, все виртуально. В Инстаграме тоже, смотрю, много чего пишут. Ребята, в Инстаграме переходите на презентацию по ссылке в шапке профиля. Так, а вы успели, да, услышать то, что я как рассказал про опору? То есть, почему так и как это влияет на контроль? Ой, печально. Ладно, еще раз тогда быстренько. А кто-то говорит, да. Я не вижу презентацию частично. Если вы чего-то не видите, да, там у вас презентация, видео подвисло, либо звук, либо еще там чат. Вот, перезагрузите браузер, попробуйте. Потому что если была бы проблема у нас, то все бы сразу, то есть, у всех была бы, у всех стала бы трансляция, скажем так. Вот, то есть, еще раз повторяюсь, то есть, когда мы стоим на всей стопе и контролируем, то есть, опору, да, вот, то нам легче контролировать траекторию прократения снаряда. То есть, мышцы вместе все время к вертикальной траектории. Вот, соответственно, когда мы опускаемся вниз, то есть, во-первых, когда мы стоим на всей стопе, у нас больше стабилизации, то есть, при отклонении назад у нас есть запас, то есть, больше опереться в пятку, при крыльях вперед, у нас есть возможность, соответственно, то есть пальцами, свободных разгибателями пальцев и голенью. Она у нас в стабилизации особо не влияет. Так, опять пропали. Понятно, 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 все сломалось. Так, кому-то слышно, кому-то не слышно. Пожалуйста, перегрузите браузер, мы сейчас тоже перезагрузим. Сейчас перезагрузим тоже на всякий случай. Субтитры создавал DimaTorzok Как правило, таких девушек большинство. Не знаю, с чем это связано, но как бы вот так сложилось. У нас эволюционно, видимо, либо еще по каким-то причинам. А, может быть, потому что, кстати, вот именно по причине короткой голени придумали каблуки. То есть у девушек, то есть туфли на каблуках с целью компенсации. Вот, то есть почему, например, девушки с короткой голенью и на каблуках смотрятся куда более как-то пропорционально, чем девушки, например, с нормальной голенью, длинной голени, еще на каблуках. То есть не получается, что более, короче, колено где-то на две трети бедра получается. Ну вот, в зависимости от высоты каблука. Итак, немного отойдем в сторону. Вот, поэтому вернемся к пауэрлифтингу. То есть в случае с упороченной голенью всегда классно тянуть. Вот, так как у нас высота голени, то есть меньшее высота голени приближает у нас ближе к снаряду. Соответственно, амплитуда меньше, углы были оптимальные и все классно получается. Но когда дело доходит до приседа, то получается полная хрень. Ну вот, объясняю почему. Потому что за короткой голени, вот, получается, мы начинаем садиться вниз. И, то есть с целью удержания колена, получается, там, ну, плюс-минус в рамках проекции стопы, как некоторые это делают. Вот, получается такая ситуация, что бедро длинно, таз уходит сильно назад, и у нас происходит чрезмерный завал спины. Особенно, если мы кладем штангу на осте лопаток, то есть низкое положение штанги у нас на плечах. Вот, что в такой ситуации возникает? Во-первых, чрезмерный завал корпуса, что, опять же, для спины не камильфо, это раз. И, во-вторых, что у нас появляются проблемы с доседом. То есть у нас и нагрузка идет на тазобедренный сустав, амплитуда больше на тазобедренном суставе. И из-за того, что мы больше наклоняемся к корпусам, как говорил в самом начале, вот, то мы не чувствуем это вот прохождение угла. Вот, и поэтому, что я могу предложить, то есть в таком случае. То есть в первую очередь, это не кладем штангу на осте лопаток, а положить ее на трапециевидную мышцу, то есть высокое положение штанги применить, это первое. И, во-вторых, не бояться уводить колени вперед, то есть больше, чем нужно. Вот, то есть в таком случае получается. То есть тогда, когда у нас штанга выше, то есть у нас корпус уже будет более вертикальным. Далее, при опускании в сет, то есть мы колено больше вводим вперед. Вот, соответственно, таз больше приближается к стопе, и наклон корпуса оптимально сохраняется. Вот, если смотреть по амплитудам в коленном тазобедренном суставе, все равно получается таким образом, что амплитудов в тазобедренном суставе будет больше. Чем в колене, как я говорил, вот, что это более оптимально в техническом плане, ну и в плане результативности. Ну и, соответственно, проблему с доседом вообще никаких наблюдается. Вот, то есть мы, получается, проходим по короткой амплитуде, спокойно достигаем доседа и, соответственно, встаем вверх. То есть, да, такая работа больше задействует квадрицепс, нежели, то есть, обычно, да, вариант. Там, со стаями, со шнага на стях лопатки и без ухода колена вперед. Вот, но таким образом, во-первых, мы сохраним нашу спину, это раз, и, во-вторых, у нас не будет никаких проблем с судейством. Это два. А сила квадрицепса, она у нас, в принципе, нарабатывается. То есть, это вопрос решаемый. Очень подробно все рассказал Юрс. Давай, наверное, придем к советам в жиме. Да, теперь на совет идут в жиме. И что же у нас первый совет идет, это регулируйте ширину хвата с целью нивелирования мертвых точек. То есть, у меня был уже вебинар по поводу причины возникновения мертвых точек в жиме-леже, где было сказано, то есть, сейчас не буду, соответственно, это все рассказывать, потому что это займет много времени. Мне попроще теперь мне поверить на слово, а потом уже, соответственно, найти вебинар в записях либо статью и, соответственно, прочитать, либо посмотреть и понять, что это так. То есть, получается, как у нас ширина хвата будет влиять на мертвой точке. То есть, получается, если у нас проблема со срывом возникает, за срыв у нас больше отвечает трицепс. То есть, он находится в более выгодном положении. То есть, получается, если у нас страдает срыв, то логичнее будет сузить хват, то есть, акцентировать больше нагрузку на трицепс. То есть, сужая хват, то есть, нам нужно больше приводить, получается, плечо к корпусу, то есть, тем самым мы снимаем натяжку с грудной мышцы, которая у нас в нижней точке перерастянута, это раз. И, соответственно, мы смещаем нагрузку на трицепс. Вот. И предплечье у нас становится более вертикальным, то есть, перпендикулярным по отношению к снаряду и параллельным, то есть, получается, противоположно направленным по отношению к силе тяжести. То есть, опять же, что самое оптимальное будет считаться с точки зрения физики. Вот. Поэтому в таких ситуациях срыв будет у нас проходить легче. То есть, на практике можно легко проверить. Кто-то уже, может, уже замечал по-любому. Вот. И, соответственно, в случае... Ну, тогда, да, то есть, чем уже у нас хват, тем больше проблем с дожимом возникает, потому что у нас грудь у нас именно в конечной фазе, без как пересокращения и оптимально работать не может. И далее, то есть, если у нас есть проблемы с дожимом, как правило, это экипировочный жим. В безэкипировочном такие ситуации только лишь при травме груди наблюдается. Вот. Нам, получается, достаточно только лишь сделать хват шире. Вот. И на фазе дожима развести локти в сторону. То есть, в таком случае у нас, получается, фазе дожима, нагрузка... То есть, ну, грудная мышца находится в более выгодном состоянии. То есть, примерно на середине своей амплитуды. Вот. И создает максимальное усилие. И, соответственно, максимально КПД нам выдает на дожиме, а не трицепс. Соответственно, еще раз, чтобы был активный срыв, мы делаем хват поуже. То есть, средним хватом жмем. И, чтобы был более активный дожим, жмем широким хватом. Далее. Стремись всегда сжать соревновательными паузами на груди. То есть, ну, это, я думаю, логично, потому что, во-первых, принцип специфичности работает во всех видах спорта. То есть, например, если, например, легкотлет, да, и бегаешь там стометровку. То есть, ты будешь бегать стометровку. Соответственно, ну, не большую часть там своих тренировок, то есть, а практиковать именно стометровку. Вот, а не будешь там бегать, там, кроссовую дистанцию, еще что-то подобное. Или там вообще прыгать. Вот. Соответственно, либо там какие-нибудь бегать стометровку, там, не знаю, не знаю с ускоряющим рюкзаком вот уж тебе в легче даст на динамику либо еще что-то вот или там не знаю с какой-нибудь катапульт или срогатки вуза пускайся выйти как мастерикс и гликс вот то есть я как бы сравниваю все сопоставляю с отбивом да например когда мы жмем то есть даем дополнительное динамическое усилие плюс а первых встреч рефлекс плюс упруги компоненты с получать со фасций вот это всё когда мы жмем без пауз то есть нам это все это дает нам больше результат то есть именно поэтому мы жмем соответственно в отбив там либо в касание либо еще почему-то не потому что так лучше и многим у меня души понимаешь что лучше жать спал за блин но также тяжелее я так жать буду меньше блин а мне хочется жать на тренировках больше вот то есть как бы но и именно с точки зрения психологии да то есть в отбив касание жертв легче но лучше всего жать с паузами. Во-первых, как я сказал, то есть это у нас будет полная мышечная работа, то есть мы будем поднимать за счет мышечных усилий, а не за счет кругих компонентов, старейших лекций и тому подобное. Вот, плюс, так же это у нас всегда будет, то есть жим с паузами, особенно если с долгими паузами, там будет тренировать активно срыв. Вот. Так же, то есть, оно, что, как, например, ты все время приседаешь там в бинтах и в комбезе, да, потом тебе поставь там вес тот же самый и попробуй, то есть без этих всех кругих компонентов, то есть попробовать сесть просто с одним временем и нифига на ничь не получится. Просто как в пустоту занырнешь и все. Поэтому, дабы не подставлять себя на тех же соревнованиях, да, с жимом, с паузами, тут вообще уже привычка на работу на вотбив жать. Команды даже не слышали. Вот и не слышат вообще. Вот. И поэтому, хотя бы только лишь поэтому тоже, опять же, выгоднее жать все время с паузами, чтобы это уже был отработан автоматизм. Также, в случае проблем с дожимом, то есть, когда у вас уже широкий хват изначально, ну, там я уже затронул вопрос, когда прошли, ну, хвата с целью нивелированиями в точек, то есть уделяю внимание в тренировках большой грудной мышцы. Как я уже говорил, да, то, что грудная мышца более выгодно работает в фазе дожима, поэтому, соответственно, ей именно нужно больше уделять внимание. Например, делать какие-нибудь те же там силовые разводки, вот, как вариант, жими гантелями какие-нибудь в межсезонье, то есть активно работать. Мышечную гипертрофию, то есть потом, чтобы все-таки гипертрофией выжимать, силовые показатели. Далее. И стремиться создавать максимально комфортные условия. То есть максимально комфортные условия для грудной мышцы, это когда мы, получается, дожимаем локтями в сторону. Вот, то есть уводим на плоскость, получается, у нас же именно эта плоскостная работа у грудной мышцы. То есть мы должны в ее же плоскость, сейчас всю работу и сместить. Вот, поэтому, само собой, целесообразнее будет дожимать штангу с развернутыми локтями в сторону. Вот, главное их там к ушам не стремиться, то есть мы сделаем хуже. И, соответственно, не прижимать. То есть сами можете обратить внимание, что когда мы разводим локти в сторону, более активно дожимается снаряд. Так, используется завал кисти в жиме лежа. Так, что нам дает завал кисти в жиме лежа? Первое, это, конечно же, уже все знают, что это, соответственно, когда мы держим так, да, например, снаряд либо заваливаем вниз, то есть мы там буквально сантиметр-два выиграем в амплитуде. Это раз. Во-вторых, завал кисти акцентирует нам, акцентирует все внимание на движение снаряда. То есть получается, когда мы заваливаем запястье больше назад, соответственно, вперед мы его завалить никак не... Не то, что не можем, а нахрен это делать, вот, то у нас акцентированно появляется движение на себя. То есть принято, что мы жмем либо по дуге, либо по диагонали, вот, потому что у нас исходное положение это над плечевым суставом при опускании вниз, то есть, да, внизу груди. То есть структура меняется, либо она по диагонали идет, либо по дуге. Вот, поэтому, опять же, также хочется отметить, что если завала кисти не будет, кисть будет вертикально, то, как правило, жим получается таким образом. То есть у нас идет локоть через стороны. Вот, что, опять же, не очень оптимально в плане... Срыва. Да, все верно, в плане срыва. Поэтому, опять же, как ни крути, заваливать запястье будет выгоднее всего. Ну что же, давай теперь придем к советам к тяге. Еще хотел сказать, что завал запястья также у нас смещает нагрузку. У нас, получается, две кости и предплечье, локтевая и лучевая. То есть, когда мы заваливаем запястье, у нас также уход часть нагрузки на лучевую кость, и мы имеем меньше проблемы с питом в локтевом суставе. Вот, а когда у нас вертикальное запястье, вот, у нас идет как раз-таки на локтевую кость, и многие при таком хвате ощущают дискомфорт в локте. Вот, тоже очень важный факт. И далее мы переходим к советам к тяге. А прежде чем к ним перейти, я хотел бы сказать всем, кто смотрит трансляцию в Инстаграм и задает вопросы, переходите по ссылке в шапке профиля напрямую трансляцию на Proof.me, и там есть вкладочка «Вопросы», куда пишите свои там самые важные вопросы. И в конце вебинара на часть вопросов мы ответим, советимся того, сколько останется времени. Итак, советы к тяге. Охватит. И первый совет охватит, да, то есть, многие заметили, да, например, взять того же, что там далеко ходить, Андрея Беляева, вот, то есть, вся его сила тяги упиралась в силу хвата. То есть, чем, соответственно, тут такая будет пропорция, чем сильнее хват, тем сильнее тяга. То есть, поэтому охват должен быть не только лишь сильным, но и техника охвата должна также соблюдаться. То есть, как и у всего есть техника, да, соответственно, приседания, жимтяга, само собой. И даже, как ни странно, в хвате тоже есть своя техника. Потому что кто-то, даже не кто-то, а как правило, если у человека, да, у спортсмена возникают проблемы с хватом, то возникает такая ситуация. То есть, берут запястье, вкручивают вот таким вот образом. То есть, как бы, как крюком. Я слышно, да, у нас чужого. Лагает немного. Пропали, вот. А вернулись ли? Давай, теперь запустим краузер. Да, не да. Вернулись, вернулись дальше, нормально? Ага, все отлично. Возвращаемся, да. То есть, ситуация, да, бывает. Когда у человека слабый хват, дело таким образом. Получается, вкручивается в снаряд. Вот. То есть, какой минус такой ситуации? Ну, помимо того, что он себе увеличит амплитуду. Это раз. Во-вторых, в такой ситуации возникают компенсации, да. То есть, компенсации на бицепс. То есть, у нас появляется сгибание в локтевом суставе. И плечи подтягиваются вверх. То есть, по цепочке сразу же. То есть, что опять же, сгибание в локтевом суставе и подтягивание плеч вверх, тем же образом, также увеличивает амплитуду прохождения снаряда. Вот. И не говоря о том, что при такой ситуации очень легко оторвать бицепс, то есть, как мы часто наблюдаем каких-нибудь видео, тяга и тому подобное. Вот. Стас сам знает. Каково это? Да, я только хотел про это сказать. Вот. Только вот эти все появляются компенсации. Вот. То есть, возникает максимальный риск. В институте все чисто. Ребята, из инсты переходите по ссылке в шапке профиля. Вы не видите презентацию. В институте все чисто. Сейчас вернулись. Нормально слышно? Видно? Отлично. Да? Да, только один. Ага, все, поехало. Нормально. Вот. Итак, поэтому еще есть минус немаловажный в таком хвате вкручивания, что у нас идет сильно, получается, ну, соответственно, при тяге, да, когда на штанге тянет вниз, то есть, соответственно, запястье стремится разогнуться, вот, то есть, идет сильное сцепление на кожу и снаряд начинает рвать кожу, то есть, рвать мозоль. Вот. Что опять так же невыгодно скажется на хвате. То есть, как ни крути, данная техника реально проигрывает. Вот. И хват, в принципе-то, и не усилится, и очень сильно скажется на самом результате в тяге. Вот. Поэтому нужно брать просто вот четко вертикально. Трансляция здесь. На площадке опять, да, мы пропали, наверное, какое-то время. И давайте мы перезагрузим браузер. Такая ситуация бывает, поэтому лучше перезагрузить совсем. То есть, мы уже перезагрузились. Так, мы пока перезагрузились и ждем, когда останутся и перезагрузятся остальные. Юра, не налить ли тебе воды? Пока мы ждем остальных. Да, я думаю, уже все нормально. Сейчас, как только обмен, мы как только сейчас закончим с этими в тяге, и ты расскажешь вам немного свою часть, мы делаем небольшую паузу. Приговорим. Двух минут, ну, типа ля, кофе-брейк, вот, и там чуть-чуть перекусим. Кто-то сбегает в туалет и сделает там по нуждам, вот, по всем своим пробежится. Итак, то есть, хват должен быть просто вертикальный. Стараемся штангу не сжимать, то есть, держать пальцы статично. Вот, это раз. То есть, соответственно, если мы будем держать пальцы статично, не сжимая, это позволит нам расслабить верхнепречевое пояс, соответственно, и бицепс. Только мы начинаем сжимать хват, у нас опять начнется ситуация, то есть, компенсация может возникнуть. Поэтому стараемся еще раз статично держать, то есть, пальцы согнутыми. Вот, что касается, кто-то пишет, насколько оправдан хват Насонов. Тянет Насонов, те, кто не заметил, в разнохвате и в замке. Почему? Очень даже оправдан. Потому что в однохвате в замке, ну, не каждый держит веса, вот, большие. А в разнохвате и в замке, да, очень даже хорошее преимущество. Вот, потому что просто в разнохвате у него летели мозоли, как минимум. Не знаю, как спасили хват, но мозоли влетали. Теперь он с такой ситуацией не встречается и очень даже максимально результативно раскрывается на соревнованиях. Вот, то есть, реализует свой полностью потенциал тяговый. Также идем, вот, выполнение шрак или неправильная тренировка в дельт. Ухудшит результаты в тяге. То есть, то, о чем я говорил. То есть, получается, про компенсацию верхнего плечевого пояса. То есть, если у нас шраги, точнее не шраги, а верхняя порция трапециевидной мышцы находится в сильной гипертрофии. То есть, получается, у нас идет фасция, да, мышечная оболочка. У нас, соответственно, при большей гипертрофии у нас больше расходятся и сухожилия больше, соответственно, начинают приближаться. То есть, в принципе, как у нас идет вообще движение. Вот, в анатомии. Вот, получается, сухожилия приближаются и, соответственно, начинает подниматься плечевой пояс вверх. Из-за этого. То есть, у нас трапециевидная должна быть гибкая. То есть, фасы должны быть гибкие. И, соответственно, плечевой пояс мобильный. Как в тяге, так и в жиме, да, то есть, когда мы лопатки заправляем назад. И, то есть, почему еще при прокачке средних дельт, именно неправильной прокачки, то есть, когда мы начинаем отводить плечо в сторону, да, как правило, все кучат отводить до параллели, либо там с запасом чуть повыше, там лучше, кажется, перебзеть, чем не довздеть. Вот, и начинает там махать до ушей. Вот, то есть, у нас буквально вот до этой амплитуды идет средняя дельта, дальше начинает идти лопатка вверх вместе с верхним плечевым поясом. Называется, как там, плечо-лопаточный ритм? Да, плечо-лопаточный ритм. Вот. И он нарушается, собственно говоря, что приводит к... Да, и он, получается, тебе делает твое изоляционное упражнение на среднюю дельту, нифига не изоляционная. У тебя начинает активно подключаться верхняя порта трапециевидной мышцы. И, опять же, ты начинаешь испытывать дискомфорт в тяге, ощущая этот дискомфорт таким образом, что как будто ты тянешь с ямы, да, не с помостом, потому что у тебя плечи приподняты и, соответственно, амплитуда увеличивается. Поэтому вот в таких ситуациях надо тоже быть внимательным, потому что вот кто бы мог подумать, что средняя дельта, да, то есть прокачка средней дельта может так сильно сказаться на тяге. Ну, неправильно прокачать получается. Да, а сказывается. А правильно качают, я не видел, кто правильно качает. Реально, там один-два человека может там. Я думаю, в нашем зале побольше. Ну, это наш зал и был. В принципе, остальных, может быть, мои тренировки не совпали. Итак, с ума не стремитесь максимально широко ставить ноги. Это не всем подходит. На самом деле, это самый популярный совет в тяге. Вот, так как все гонятся за амплитудой. А давай спросим, получали ли вы такой совет, как можно шире под самые диски ставить ноги, установить тяги. Я, например, точно получал. За все получали, конечно. Но по-любому, каждому говорили, блин, давай под края ставь, и сейчас ты тянул 200, сейчас 250, конечно. И там, да, Белкин ставит под края, на солнце ставит под края, ты ставь под края, и все вообще зайдет. И тут даже меньше будет. А всем где-то подходит, скажи, Юр? Да, в том-то и дело, что всем не подходит. И делает, во-первых, это рост, вот, то есть и длина конечности. То есть при стартовом положении у нас должна быть голень максимально вертикальной. То есть вот там плюс-минус небольшие отклонения. У нас сонова она, соответственно, валится вовнутрь, потому что он невысокого роста, а ставит ноги шире, чем я. Но у него это компенсируется каким образом? У него таз настолько близко подводится к снаряду, что у него корпус практически вертикальный. То есть и сам сумма, получается, всех векторов, да, она получается более вертикальная. Соответственно, для его именно техники это приемлемо. Вот. Если, получается, корпус у нас больше завален, вот, особенно там градусов на 45, и колени у нас, получается, сведены вовнутрь, то херня у нас получится со срывом. Вот. Это раз. И, соответственно, два. То есть у нас идет нагрузка на связки коленного сустава. То есть нагрузка вообще на коленные суставы в целом. Вот. Что со временем приведет к травме колена. Вот. И да, также вот это пишет, бью штангой об колени. Потому что, как правило, сопровождается это сведение колен вовнутрь, а еще и вперед. То есть колени не только еще вовнутрь сводятся, но и вперед. Потому что вводят их вперед с той целью, чтобы более вертикально сохранить корпус. Вот. Поэтому. И еще, например, не всегда это будет подходить, например, тем, у кого короткие, например, ноги, да, относительно. Корпус длинный. Вот. Когда мы сильно разойдем ноги в стороны, то вот эта длина корпуса нам даст сильный перезавал, получается, вперед проекция снаряда. То есть у нас же в идеале должно быть плечевой сустав над грифом, то есть получается на проекции грифа, да, на вертикальной проекции. Вот. Как только мы начинаем перезаваливаться, пристырить, штанга начнет ухудить от нас, то есть дальше. То есть что сказывается на результативности. Вот. Поэтому, опять же, при длинном корпусе также получается максимальная постановка ног никак не подойдет. То есть там будет что-то ближе к усаду. И такое бывает, когда люди не видят, что... Получается нейтральное положение, либо там прогиб позвоночника, да, то есть как некоторые тянуты с переразгибания. То есть он нарушен. Вот. При правильной технике, то есть при... Ну даже не то, что при правильной, скажем так, технике, а при ровном положении корпуса, вот, то есть мышцы ног, именно задняя связка, да, то есть задняя поверхность бедра, они у нас больше перерастянуты. Вот. В этой фазе плюс снаряд снатичен, да, то есть нам нужно подать ему еще инерции при этом. А при перерастяжении, то есть чем ближе мышцы к перерастяжению, напоминаю, тем менее эффективно их сокращение, то есть менее эффективно их работа. Поэтому срыв всегда будет на самой мертвой фазой. Вот. И дотяг всегда будет более активным, потому что у нас, во-первых, и рычаг сокращается, и силка скучающих момент уменьшается, мышцы сбаляются от перерастяжения, и, соответственно, у нас дотяг сразу активно получается делать. Идем дальше? Да, мы идем дальше. И хотелось бы пробежать по тренировочному процессу, а именно по дозерной нагрузке. То есть так же, да, как у нас общепринято, вот как раз таки идет опять к тому, что… почему пауэрлитинг наоборот? Вот. То есть, как правило, у нас… да не как правило, в принципе, почти все тренируются у нас по процентовке. То есть, есть план, в ней уже расписана процентовка заранее, вот, но никто не думает, что все эти планы составлялись, как правило, под выступающих спортсменов. То есть, выступающие спортсмены в сборнике. Те спортсмены, которые находятся на сборах, то есть, кроме сна, тренировок и еды, они, в принципе, ничего не делают, ничего не видят. Кто-то пишет химики. Нет, ну так просто и химиками слова… просто этим словом не объединить. Во-первых, никто не знает, что да как, поэтому я бы так не торопился бы с выводами, вот, но не суть. Вот, то есть, к чему я веду? То есть, получается, у этих спортсменов созданы все идеальные условия, да? То есть, у них нет проблем там со сном, нет проблем с восстановлением, нет проблем с недоеданием, нет вообще проблем там в плане по работе, семейной, еще там что-то. То есть, все, что делается, все, то есть, получается нацелено на активное восстановление спортсмена. То есть, мы обычные люди, да, кто, у кого семья, дети, работа, мы, само собой, себе такого позволить не можем. Где-то мы всегда там не будем успевать поесть, вот, самые популярные. Соответственно, не досыпаем, как правило, тоже особенно в будние дни, да? Особенно те, кто, например, работает в Москве, живут где-нибудь в области, тебе нужно встать в 5 утра, чтобы сесть на 6 утра на электричку, в 2 часа быть на Курском вокзале, там полчаса на метро и… 15-м пешком, вот, и типа на работе. Вот, то есть, а потом тебе еще нужно после работы идти в зал и херачить там на полную. Вот, по плану, да, по процентовочному, где-то там у тебя написано, как я один раз видел, точнее, это было в моем плане, 103% на 3 повторения. Попробуй, да, что-нибудь там. Сотвори чудо. Вот, скорее всего, это планы были построены для джедаев, человек, но тот тренер в тот момент это не увидел, видимо, сносочку. Вот, поэтому, что предлагаю я? То есть, процентовка будет работать у нас на случай, в идеальном случае, да, то есть, в случае, когда-то на сборах, в случае, когда ты никаких проблем и хлопот не знаешь. Вот. Итак, что у нас получается, предлагаю я? Это тренироваться по самочувствию. Вот. Соответственно, смотрите. То есть, например, у вас по плану, как правило, по плану делается таким образом. То есть, например, там 80% ты работаешь там 5 по 5, да? Причем с этими 80% ты все подходы отрабатываешь. Ты пришел уставший, замученный, сделал первый подход, эти 80% там 200 килограмм, 5 по 5. Пятое повторение там чуть в штаны не обосрался, моши обосрался. Сбегал, поменял труселя и потом на 4 подхода, точнее на 4 повторения, на 3 повторения, на 2 повторения, там на раз и все. Расстроился, что и писать не пошел, и что трусы испачкал. Ну вот, то есть, все не сложилось, все не так. И, короче, получается, ушел грустный, соответственно, что у тебя так же негативно сказывается на психологию. И все, обидно, да? Вот пишет за трусы, вообще обидно. Да в первую очередь. Еще и уже. Вот, может, какие-то эти трусы тебе подарила девушка на 23 февраля. Вот, и вообще, беда. С нами еще Кирилл, который был у нас уже два раза в клубе, да? Который был в клубе и есть до сих пор, конечно, в нашей школе. Да, есть в нашей школе, приедет к нам еще, он спрашивает, что-то девушкам интересуются на сборах. Ну, как правило, сборы-то у нас идут мужская и женская сборная вместе. Так что, поэтому, ну, как бы, им выгодно, девушкам, чтобы ими интересовались. А на результатах парней, наоборот, не выгодно. Вот, поэтому как-то так. Да, и еще я пропустил слайд, простите меня, пожалуйста, у меня тут увидели вынимательные люди в чате. Давай, может быть, да, действительно, вернемся чуть назад. Есть ли проблема со стартовым положением по причине гибкости? Времени тени сплинтов. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом. Не зря нам об этом написали, вернув на этот слайд. Да, это была моя, опять же, эта фишка. То есть, получается, если у тебя проблемы с гибкостью, да, соответственно, это в сумму. Это бывает от классики. Также, то есть, проблемы с ягодичной мышцей. Вот. Получается, что в идеале, как бы, с целью совершенствования техники, да, то есть, на тот момент, пока гибкость отсутствует, тянуть сплинтов. То есть, ровность той высоты, которая тебе позволит тянуть оптимально. Опять же, там, 10 сантиметров и выше, соответственно, нецелесообразно то, чтобы, обычно, как правило, бывает, что не хватает, там, буквально, там, 3-4 сантиметров высоты, да, для более оптимальных углов. Вот. Поэтому, то есть, пока спортсмен тянется, совершенствует свою гибкость, оптимальный будет тянуть сплинтов. И постепенно, то есть, с повышением гибкости высоту сплинтов понижать. То есть, и так со временем он придет к своим углам. Чем, например, пытаться также тянуть с помоста, тянуть коряво. И пусть гибкость будет появляться, но навыка тянуть правильно и красиво, то есть, его никогда не появится, по сути дела. Либо тогда вообще не тренироваться, тренировать гибкость и потом возвращаться. Либо, соответственно, лучше тянуть сплинтов и постепенно, 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 то есть, приходить к тому, что нужно. Это то, что касается тяги сплинтов в случае хреновой мобильности. И также вернемся теперь обратно на карбас в этом трусам. Да, и скажите, интересно ли тема, поставьте плюсики, выскательные знаки, если интересно. Если не интересно, можете поставить минусы. Мы поймем, стоит ли нам двигаться дальше. Подождем. Да, конечно. Пусть пишут, а я пока буду говорить. Итак, получается, сейчас помимо того, что мы план не выполнили раз, расстроились два, потому что план не выполнен, а психологическая составляющая, это очень важный факт. И опять же, какая ситуация? То есть, когда мы начинаем все время работать на пределе, мы перегружаем в СНС, и у нас чем больше предела, тем больше риск в одникновении травм. Итак, например, что предлагаю я? Какую раскладку? То есть, работа по самочувствию. Каким образом это делается? То есть, нам нужно присесть ежедневно, 8%, 200 кг, 5 по 5. Вот, это в идеале. Но так как у нас мы работали, не выспались и тому подобное, мы начинаем первый стартовый подход, рабочий, со 180. То есть, с того веса, который мы при любой погоде, при любых условиях отработаем. Вот, получается, первый подход сделали 180 кг, оценили, да, смотрим, что так все нормально летит, идет. Добавляем 185, да, там, либо, например, 190 идем сразу, если прям совсем легко. Отрабатываем 185, либо 190, то есть, чувствуем, что опять же, также есть запас. Добавляем еще 5 кг. Вот, опять же, отрабатываем подход, вот, то есть, так же, то есть, и получается, пятым или четвертым подходом, там, а порой и третьим подходом, может, мы шли, там, например, 80-90, 200. То есть, мы подходим к тому весу, то есть, той контрольной точке, который мы планировали на сегодня. То есть, мы спокойно, без перегрузок, отрабатываем подход, там, пятое повторение, у нас где-то получается на пределе работает. Я увидел, что мы пропали, у всех ли мы пропали? Если мы пропадаем, пробуйте у себя перезагружать браузер, потому что у нас трансляция не показывает никаких проблем, не пропали. Значит, у кого пропали? Да, перезагружаем браузер. Угу, у меня все на месте. Так, поэтому дальше. Получается, там, третьим, четвертым или пятым подходом, то есть, крайним подходом, мы доходим до запланированного веса. Да, то есть, в случае, если пятым подходом мы дошли до 200, мы отработали 5 повторений. Счастливы, рады, вот, то есть, плюс не перепахали, не приезжали ЦНС, то есть, не подвергали себе риску травмироваться. Вот, и, то есть, да, вот, например, остается один, да, такой нюанс, например, что мы отработали 5 подходов, например, там, 80, 85, 90, 95, 200, то есть, общая КПШ будет меньше, например. Вот, не КПШ, а тоннаж, если брать КПШ будет то же самое, а тоннаж будет разный. То есть, мы можем просто добавить 6 подход, например, на те же, там, например, 180 килограмм, то есть, отработать еще раз на 5 и уравнять, например, наш тоннаж. То есть, таким образом, как бы это было бы, там, в случае 5 по 5. Вот. А если, например, что опять там у вас снимают, если пропадает связь, мы обычно ее видим, когда она пропадает, именно по нашей причине. Вот, просто перезагружайте браузер, напомню. Итак, есть, например, выше галича 10 до килограмм, 8, 90, 200, да, то есть, третьим подходом мы дошли до 200 килограмм, но эти 200 килограмм у нас зашли не Ахти, например, да, вот, то есть, прямо в пятирочку зашло пятое повторение, то мы просто обратно так же понижаем. 90, 185 подход, например, так же делаем 6 для уравнения тоннажа, либо, в принципе, 5 подходов этих хватит. Вот. Далее, то есть, это еще одна раскладка. Бывает такое, что ты отработал 200, блин, а у тебя там столько все поперло, ты там только разогрелся, разогнался, и ты чувствуешь, что вот я могу сегодня там 205 или 210. В принципе, в такой ситуации можно сработать в один подход, да, то есть, я всегда сторонник того, что в один подход предельный мы всегда можем сделать. Ты можешь сходить на 210 или на 205, так же в один подход, вот если это был четвертый подход, и опять спуститься вниз, только лучше, наверное, не 200 сделать, например, те же 190. Вот. То есть, что мы в такой случае имеем, то есть идет у нас перевыполнение плана, вот, в данном ситуации, в данном случае, но мы сработали как раз таки по самочувству, да, именно ровно настолько, насколько мы были готовы. Потому что в следующий, например, тяжелый присед, у нас может такой ситуации не возникнуть, да, то есть мы можем, опять же, там, не доспать, не доесть, и отработаем только лишь там 200, да, когда должны были, например, отработать 205. То есть, таких ситуаций тоже не стоит бояться. Поэтому лучше всегда, когда есть силы, то есть работать по силам, когда нет сил, то есть лучше, например, сбавить обороты, и работать, получается, ровно в силу своих возможностей. Это то, что как раз касается по дозированию нагрузок. То есть, это моя методика. Ну, как моя методика, это мой совет, который я применяю на себе, который я применяю на своих учениках, который советую также в своей онлайн-школе. И, по-моему, это все как бы логично, и на практике все очень, поверьте, хорошо работает. Тут, наверное, не разреши добавлю, важно трезво оценивать свое самочувствие. То есть, если хочется поработать поменьше, понять, точно ли это не лень, да, и как правильно сказал Юра, просто попробовать подойти к этому весу. И если хочется попробовать больше, то точно ли это, ты готов на это больше? Или ты переоцениваешь свои силы, и ты больше делаешь сильным искажением техники? нам нужно не забывать про технику. Если техника начинает ломаться, это говорит, опять же, о том, что все, мы уже виски к пределу. Потому что, как правило, чем тяжелее, тем больше компенсации возникают в цели подъема веса. То есть, как правило, в приси, это завал корпус начинает появляться, и выстрелит таза вверх. Вот, то есть, в тяге примерно та же самая ситуация. А в жиме-то просто отрыв в жопу. Да. Плавки. Ну и часто, добавлю, не получается оценить самому, кажется, что вроде делаешь ровно, там спину не горбишь, поясница держится нормально, углы все оптимальные, а со стороны наоборот. Поэтому, вот у всех есть, я думаю, спорфоны с камерами, ставьте, записывайте подход, и после этого его оцениваете уже. Придирчиво, критично, если видишь, действительно, техника идеальна, то, конечно, можно пробовать больше. Да, это обязательно всегда следить за собой. Если вы тренируете самостоятельно, всегда снимайте видео и максимальное количество ракурсов. Чем больше ракурсов, тем более информативно, и выше слежно. Потому что, бывает ситуация с перекосами, то есть, со семей, для семей, любые перекосы, потом проблемы тебе. Итак, теперь мы переходим к основным причинам, по которым стоит работать над мышцами пресса. Или, может быть, даже не стоит, да, работать над мышцами пресса? или ты от крестыни. Вот, сейчас мы посмотрим. Вот, то есть, да, но мы здесь прикрепили, точнее, я прикрепил фотку Костяны Константина, надеюсь, он не обидится, потому что, например, если Коин с Мазливого Мэнс-физикой сюда прикреплять с прессом, ну, это будет вообще как-то, нет, не патриотично, как минимум, по отношению к пауэрлифтингу, вот, а Костя Константинов всегда очень круто смотрится. Итак, стоит или не стоит? Давайте посмотрим основные причины, по которым стоит работать над мышцами пресса. А, после пресса спина ломается. Ну, что-то как-то странно, сомнительно, на самом деле. Потому что, бывает... даже не может быть, в чем дело, извиняю, перебью. Может быть, после пресса спина ломается, потому что, может быть, тренируют, вернее, думают, что тренируют мышцы живота, а работают подвздошкой и прямым разгибателем бедра. Тут надо обратить на технику пресса, на самом деле. Пускай вообще. На технику, да, что происходит? На самом деле, порой, например, у меня будет, например, боль в пояснице, и пресс у меня как раз-таки вывозил. То есть, у меня получается правая сторона, например, разгибателя нормально не могла включаться, и по диагонали шла нагрузка. То есть, правая поясница, то есть, болела с правой стороны, с левой стороны на пресс у меня прям аж сводил. То есть, получается, пресс старался стабилизировать позвоночник. То есть, говорит о том, что пресс способен также удерживать спину вертикально, не просто нейтральное положение, также вертикально, потому что у нас грудноклетка начинает упираться в напряженную мышцу, и она стопорится, то есть, например, как стопор, как подпорка срабатывает пресс. Поэтому, тот английский, что он при этом тренированном прессе тебя начинает ломать, ну, какая-то фигня. Нет, при неправильной тренировке, да, действительно. При неправильной тренировке, да, то есть, может быть, если, например, ты работаешь под вздошкой, да, и прямой мышцей. Вот правильно Николай пишет, если бы вы учились в школе, вы бы это и знали. Действительно, о школе мы об этом рассказывали подробно, и будем рассказывать, как и почему, вообще почему, как и что такое мышцы живота, какие они есть, какие у них функции, и как их ненавидят. что они не в средней школе, а в школе поломнительной. Вот и так, пресс, защита позвоночника. Позвоночник поддерживает не только мышцы пресса, но и мышцы, ой, не только мышцы спины, извините, оговорился, но и мышцы брюшного пресса. Если мышца брюшного пресса недостаточно развита, это увеличивает напряжение вместо позвоночника в резках позвоночника, что повышает риск разрушения поясничного отдела, приводит к грыжам, ну а также, если что-то у вас не работает, чем-то это у вас замещается, то есть компенсируется. Как правило, при наработающих мышцах пресса это компенсируется позвоночной поясничной мышцей, которая и начинает тянуть позвоночник, чем больше увеличивая ваш гиперфлордоз, и делая компрессию в позвоночных дисках. А кроме того, поясничного отдела, как мы говорили ранее, просто технику у вас будут в ваших базовых движениях. И плюс еще перерастягивает ягодичную мышцу, что опять так же, которая не очень включается в работу. Также из-за гиперфлордоза тоже бывает страдает, например, бикинистка, там самостоятельно, вид спорта на сегодняшний день это бикини, то есть каждая девочка, занимающаяся в зале, уже бикинистка, кроме того, она так думает. И гиперфлордоз как раз таки также может мешать прокачке величинных мышц, то есть вообще запрос. Ну и как следствие, тоже дальше относится к спине, снятие мышечного напряжения. Когда мы тренируем пресс, мы уравновешиваем наше мышечное напряжение в коре, и таким образом у вас ночью мышцы поясницы расслабляются, они остаются перенапряженными, так как если у вас одна цепь расслабилась, другая напрягается, вот, и в таком случае в результате позвоночник не восстанавливается. Человек просыпается усталым и болит спина. Поэтому нужно в виде стремиться к равновесию, к симметрии во всех плоскостях. Тут пишут комментарии в инстаграме, то есть гиперэкстензия где эффективнее будет, то есть в случае, когда вес на плечах или на груди, то есть когда мы груди прижимаем, либо, соответственно, штанга на плечах, либо диск на плечах. Я вообще бы на самом деле гиперэкстензию под вопросом вообще в целом в плане эффективности поставил. То есть для чего нам нужно? Тренировать ягодицы. Тренировать ягодицы. Бедные спины пишут, но это вроде не пауэрлифтеры, а не бикинистки. Вот. То есть при нормальной гиперэкстензии, вообще экстензии, при разгибании корпуса, если держать положение корпуса ровно, да, нейтральным, то у нас будут работать ягодичные мышцы и задняя поверхность бедра. Все хотят нарабатывать, соответственно, мышцы спины. Если ты будешь все время работать округлениями, то есть сгибая, разгибая, сгибая, разгибая, такая работа приемлема, то есть на разгибателье позночек, только в том случае, если она производится без отягощения и производится, ну, можно сказать, что в статодинамике, то есть очень медленно делается. Вот. Если ты ее там херачишь с весом, еще быстро делаешь, то есть динамично, то только лишь зарабатываешь себе травму позвоночника, и не более. Ну, вот, ни хрена ты ничего там не усиливаешь. Будет у тебя, ну, да, будет у тебя сильная спина и больная спина. Идем дальше. Улучшение спортивных показателей. Как мы уже выше об этом говорили, здесь повторимся. Брюшной пресс играет важную роль во всех бытовых действиях, а также в тех видах спорта, где нужно и быстро бегать, и поворачивать туловище, и удерживать его в статике при больших весевых когда на городах быстро убегать. Тоже очень важный факт. У спортсмена с ослабленным брюшным прессом часто наблюдаются колики в боку, но это больше относится, я думаю, к таким циклическим видам спорта. И там это будет отличным способом решить вопрос. А у нас же, опять же, пресс играет важную роль для того, чтобы удерживать внутрибрюшное давление, удерживать ровно поясницы во всех движениях, и частично снимает хороший пресс, нагрузку с позвоночника. И самый интересный такой плюс от тренировок мышц пресса это улучшение состояния желудочно-кишечного тракта. Тренировка брюшного пресса действительно улучшает пищеварение, предотвращает вздутие запора. Это относится к тем, у кого мышцы пресса атоничны, то есть не выполняют полноценно свою функцию. Те, кто гоняют вес, качайте пресс, чтобы запоров не было. И те, кто не гоняет, тот же. Прямо стихотворением получилось. Итак, двигаемся дальше. Вот, далее. Юрий, ответьте. При жиме лежа в нижней точке руки должны быть параллельны между собой, перпендикулярны грифу. То есть, если речь о предплечья, не всегда на самом деле. Чем шире хват, тем, соответственно, предплечье будет больше завалено. Вот, то есть, соответственно, наружу будет завалено. Поэтому стремиться к этому нужно лишь только в том случае, если у тебя страдает срыб. То есть, как я говорил, когда мы сужаем хват, то есть переходим от широкого хвата к среднему, вот как раз таки мы достигаем вот этой ситуации, когда у нас предплечье перпендикулярно снаряду. И плюс еще трицепс. У нас как раз таки берет нагрузку больше на себя, грудная меньше растянутая, и, соответственно, активно у нас происходит паза срыва нижней точки жима. Соответственно, потому что где еще срыв может быть? Но это, опять же говорю, не идеально. То есть, это случай, если проблема со срывом. Далее. Как растянуть действия притвена, кофеина, все три движения, чтобы не отпускало? Это, наверное, речь идет о соревнованиях, потому что все три движения на тренировках мало кто делает. Вот. Во-первых, есть кофеин, есть гуарана. Гуарана отличается от кофеина тем, что у нее как раз связаны цепочки, она длительного действия. Но, опять же, какой, блин, притвен ты не пей, гуарану кофеина, еще чего-то. То есть, он в любом случае выработается, там, через час, через два соревнования, как правило, даже в ИПФ, там, меньше трех часов не длятся. Поэтому не надо пить никакие нахрен кофеины, притвены, там, удобно, перед приседом, там, перед жимом. Перетягой можно. Как раз таки, ты присед должен быть уже, в принципе, бодренький, да? Ты свеженький вышел, как раз таки, там, поспал туда-сюда. Вот. Присед прошел, жим, там, супер, мега, там, энергии не надо, в принципе. А вот после жима можно выпить предтрен как раз таки. Вот. И лучше не предтрен, потому что некоторые предтрены повышают потливость ладони, что потом негативно сказывается на охвате и, соответственно, мозоль летит. Вот. Поэтому лучше что-нибудь чисто видеть, там, какой-нибудь кофеин либо что-нибудь такое выпить, соответственно, взбодриться. И, соответственно, уже подкат, откат сам ты получишь после соревнований. То есть, тебе уже будет пофигу на самом деле. Сам так делаю и другим советую. Так. Если ты заболеваешь, как сказывается на тебе этот откат и к какой-то точке зрения следует, что ты после болезни сразу возвращаешься к тому режиму, который был или постепенно за неделю вернуться. Если ты болеешь и болеешь прям нормально, таки, вот, и хрен с ним пусть у тебя подготовка к соревнованиям идет, лучше отдыхать. Реально. Тренировок и, если есть возможность, я отработаю. Сидеть дома, лечиться, восстанавливаться. И, в принципе, как правило, практика доказывает, что если ты реально, например, неделя прошла, ты полностью выздоровел, прихожешь на тренировки, там, в принципе, ты никакого отката не получил. То есть, все нормально, ты отдохнул, в принципе, и в том же режиме тренируешься. Но, как я и говорил о том, что мы тренируемся по самочувствию, вот, соответственно, полагаясь на само чувство после работы, после работы, после болезни. Вот. И там уже подбираем нагрузку. Так, какое значение в вашей практике имеют экстензии, гиперэкстензии? Про них я уже сказал. Не нашел место в СПБ, где продают эклеры со сгущенкой. После сегодняшней переписки в Телегране придется сесть. Так. Вот. По поводу эклеры со сгущенкой. Блин, в Питере, честно говоря, я там прожил полгода и не знаю, не продаются. Но, знаете, продаются в Москве. Будете заезжать, напишу. Пару адресов. Вот. Где в Балашхе купить. Так. Привет, Юра. Занимаюсь год. Когда делаю тягу с ума, болят приводящие или связки на внутренней стороне бедра. Ну, там никакие связки не болят. Фасции ощущаются после перерастяжения. В общем, боль такая, что тяжело сосредоточиться на срыве и на упражнении в целом. Стяжка более-менее нормальная. Что думаешь? Ну, это где-то слабости приводящих на самом деле. Вот. И более-менее нормальная это, в принципе, не ответ, да, в плане мобильности. Вот. Если у тебя есть либо нормальная, либо ненормальная. То есть, поэтому, если, как правило, это признак, да, укорочения мышц идет как раз-таки. Вот. То есть, когда ты не занимался ни мобильностью, ни особо приводами не работал, и тут вот на тебя решил, например, тянуть сумму, тем более ты говоришь, что новичок, это вообще никакую деятельность, так что присед не делал. А присед, в принципе, в приседе приводящие довольно-таки амплитудно работают. Вот. Надо тянуться, усилить приводящие. Возможность, опять же, если ты новичок, да, ты пишешь, что ты новичок, если я все правильно помню вопрос. Вот. Есть смысл поделать приведение в тренажере. Вот. Не стесняться и поделать. Пусть упражнение, как говорится, девчачье, но в твоем случае оно будет полезное, так как надо тебе укрепить привода. Так. Очень сильно болят кисти на приседе. Клал штангу по типу Алексея Никулина. Потом левая кисть заболела настолько, что было больно держать пустой гриф. В свое время стало легче, все равно пришлось делать хват пошире и класть штангу повыше. Но все верно, потому что вы кладете штангу, блин, одно дело, когда у тебя нажимят штангу, например, как правило, если, например, приседаешь 200, ты жмешь там килограмм, например, 120. Вот. И, соответственно, и кладешь штангу настолько низко, что у тебя штанга держится не на плечах, то есть опирается не на плечи, а полностью опирается на запястье в жиме. Ну и, соответственно, как только она начинает катиться назад, она еще в таком положении уходит, как правило, на пальцы, то есть разгибатели пальцев перегружаются, точнее, сгибатели, и, соответственно, у тебя начинают вот здесь болевые ощущения в сухожилиях и пальцы. Вот, потому что они перерастягиваются, и плюс еще стремятся в состоянии перерастяжения как бы вернуть запястья в исходное положение. Вот. Что делать? Соответственно, ты уже сделал, то есть ты положил штангу выше, это правильно, правильное решение само собой. Поэтому от положения штанги на плечах многое зависит. То есть, а потом, как я всегда говорил, это еще запястье, бывает еще с локтями проблема, бывает с дейтами проблема. Все по той же причине. Юра, привет, скажи, при грыже в поясничном отделе стоит ли делать тягу, прист или ограничиться жимом. Ну-ка, Станислав, давай. Ох, вопрос-то такой каверзный. Ну, скажем так, грыжа в поясничном отделе на какой стадии как давно находится. В принципе, есть варианты, когда грыжа уже закольцовывается, зарастает кальцием, становится стабильной. Это происходит на протяжении года или чуть большего периода. Для того, чтобы грыжа не стала дальше расти, нужно убрать ее первую причину. Если первой причиной не было там сверхсильной нагрузки или травмы, а как правило это там в 1-5% что именно под нагрузку человек получил грыжу, то есть, как правило, грыжа это такой накопительный эффект нарушения опорно-двигательного аппарата, то есть наклона таза и так далее. И вот если эти первой причиной убрать и сделать нагрузку полностью симметричной, то через достаточно длительный прежуток времени и сама грыжа закольцуется и первой причиной, которая ее вызывала это нервная, ежесекундная круглогодичная там перегрузка от перекоса она уйдет. И в принципе есть вероятность, что вы сможете там поднимать большие веса. Но для этого нужно проделать большую регуляционную работу и устранить первую причину. Да, то есть сначала мы то есть получается некоторые просто убирают симптомы, то есть получается болевые ощущения, избавляют от болевых ощущений, но они убирают причину появления всего этого. Вот. И соответственно нужно сначала избавиться от причины, то есть нарушения осанки, то есть избавляться от дисбаланса. Потом уже пробовать что-либо делать, то есть пристать либо тянуть. Вот. Как правило люди реально возвращаются и возвращаются реально большим нагрузкам. То есть постепенно, но возвращаются. Вот. Поэтому о чем мы вам говорим? То, что работа с прессом очень важна, то есть не нужно все это игнорировать. Следить за мышечным дисбалансом нужно, потому что мышечный дисбаланс потом даст дисбаланс на продавительный аппарат. Вот. Ну и в дальнейшем после того, как прошли все реабилитацию, вернулись, необходимо все же проверять периодически тестировать свою осанку и делать там раз в 3-6 месяцев снимки. И профилактические все-таки нет ли каких-то увеличений. То есть вопрос на такой кратко да, при этом необходимо проделать достаточно большую работу. куча нюансов и все время следить за что-то не было никакой прогрессии. Вот. То есть увеличение грыжи. Так, надеюсь мы вам ответили на этот вопрос. Далее вот есть хороший вопрос. как эффективно загрузить грудные мышцы. Если после каждой тренировки чувствуется переутомление передних дельт, а грудь не добирает, закачивает дополнительно плечи. Если у тебя, то есть тот человек, который написал, такая проблема, да, то есть ты грудь не чувствуешь, а чувствуешь передние дельты. Это только лишь об одном, что ты не держишь лопатки сведемыми. То есть у тебя расползаются лопатки. И за счет этого получается вот, сейчас лопатка не сведена, да, и грудная мышца работает полноценно, а плечо впереди и происходит избыточный амплитуд в плечевом суставе, тем самым перегружается и перерастягивается перенедлитовидная мышца. Вот именно эту ситуацию ты ощущаешь. То есть причина может быть, ну, в моем случае такая ситуация была, когда лавка была скользкая, прям вообще невозможно было, то есть на одно повторение можно было сработать, дальше все расползалось. Вот, и следствия потом все время были утомлены перед ним, блять. Вот, но в принципе ты меня услышал. Вторая причина может быть неправильной техникой неуделения этого внимания. Еще был вопрос по поводу лопаток, что расползаются лопатки. Ну, и мы мышцы, которые держат, они должны быть рабочими. То есть они могут быть нерабочими к каким причинам, либо вы их недостаточно тренируете или с неправильной техникой тренируете и компенсируете мышцами, либо есть некие там нарушения в осанке, которые ослабевают эти мышцы. Ну, может быть, возможно, там сильное приведение локтей, да, тут получается в корпус, но это, блин, маловероятно в таких ситуациях. Вот, то есть и там технически какие-то моменты еще могут быть, вот, но, как правило, это и самая популярная ситуация, но выше всего вот именно такой ситуации ощущается косяк с передними длитами, это когда лопатки распускаются. его просто изначально не сводятся. гонат, рабочая тема, а хер знает. Ну, в керлинге помогло. Да, в керлинге помогло. Так, где брать твои исследования и заметки про анатомию и прочее? Есть группа ВКонтакте, называется мифы по литинге и фитнесу. Есть заметки. Юрий, скажите, пожалуйста, не было ли у вас болито за бедреном суставе после приседа или можете с этим бороться? Болито за бедреном суставе, как правило, путают со спазмом грушевидной. Да, соглашусь. Считаю, пока следующее. Вопрос, о каком простит боль в суставе прослушал? За бедреном. И что за бедреном и в колене может быть со спазмом грушевидной быть боль в суставе. То есть, в принципе, не спазм грушевидной и другие ротаторы могут на это повлиять. о чем мы рассказываем в нашей школе, что важно, чтобы у вас все было симметрично. Где-то есть дисбаланс. Можно просто попробовать растянуть грушевидную мышцу. Попробуйте растянуть, тянется на элементарное. Мы вам сейчас точно не покажем, потому что это полная порнография. Поэтому по большому счету нужно протестировать сустав во всех проекциях. Может быть в нем проблема, а может быть компенсация от колена, а может быть компенсация от стопы. Поэтому необходимо иметь полную картину, чтобы на этот вопрос возможно было ответить. Давайте у нас еще осталось буквально немножко времени. Пару вопросов мы осветим с того, что успеем. Это проэкипировку думаю много интересно. Тренируюсь в экипе. После жима в майке всегда добивают трицепс и никогда отдельно на грудь не бывает работы. Но если в дожиме больше работает грудная, стоит ли заменить подсобку после жима в майке? Соответственно логично да, потому что в майке срыв у нас активно происходит и в принципе если кто замечал, то экипировочники экипировочные жимы как правило экипировочные жимовики у них как правило больше выделяется грудная мышца нежели трицепс. То есть если брать например мышечную гипертрофию. вот ну плюс еще объем грудной клетки само собой тоже влияет также нажим тоже об этом говорил в статье либо в прошлом в прошлых вебинарах так и соответственно да, есть логика делать например какие-нибудь там разводки силовые но должны выполняться очень аккуратно и потому что так как разводки в принципе дольки травмо опасные упражнения но хорошее в этом плане какие-нибудь дожимы могут быть то есть ну просто идти там какой-нибудь блок убивать трицепс но это даже к поварливнику не относится по сути дела если ты пойдешь там после нажима в майке сделаешь там 4 подхода по 12 на трицепс то сила трицепса у тебя не прибавится вот хотя бы лишь потому что диапазон повторения не тот и так давай какой-нибудь еще вопрос один выберем самый интересный вот что ты скажешь про выделенный вопрос реально не одновременно скинуть примерно 10 килограмм чтобы были другую категорию увеличить силовые упражнения ну блин это вообще ну вопрос очень такой тонкий но на самом деле вот как я говорил да то есть на примере своего ученика резника артема блин он скинул со 126 до 88 килограмм вес и прибавил даже 10 килограмм и прибавил в тяге и в песене но обратная сторона медали что у него в принципе было вот это вот все что можно это была вода и жир а если у вас процент жира 15 вы весите 95 то скинув 10 килограмм и не потеряв мышечной массы там процент жира должен стоять как соревновательного бодибилдера что и без химии невозможно и с таким процентом жира уже силовые показатели не то что в натурах а даже на химии хранить практически как правило идет увеличение силовых не во время худения когда уже вес стабилизировался да и потом начинаешь уже прогрессировать потому что когда ты худеешь организм это воспринимает как стресс все равно в любом случае силовые будут падать да силовые могут если они у тебя не меняются это уже круто тогда наверное ответим так если процент жира если сейчас 30 процентов и мы скинем до 20 процентов то потом мы сможем вернуть и превысить наши слои показатели потому что такого 20 процентов жира если ты скидывал вместе с жировым компонентом и мясом тоже тогда да тогда беда получается ты сейчас дополнил ответ да возможно при условии что есть этот жировой запас что при скидывании 10 килограммов именно жира у нас останется необходимое количество жира для нормальной работы организма да потому что есть приобретенный минимум после которого эндокринная система начинает аппетит насыпется и при условии что будешь скидывать именно жира для этого нужно очень четко правильно подходить к режиму питания и восстановления да возможно при этом узнать должен научиться в нашей школе да питание как скидывать и набирать мы там тоже подробно расскажем ну что еще вопрос хотя время уже 22-22 мы сидим больше трех часов давайте вот сейчас вот точно последний вопрос вот давай это упражнение вот реально такое наболевшее упражнение когда подходишь к стене упираешься носками пытаешься присесть оно актуально для лифтера нет не актуально когда ты там еблом елозишь по стене какое-то актуальное может быть упражнение на самом деле нет не актуально не делайте его и когда вижу это фитнес не знаю хватает за голову на этой положительной ноте мы закончим наш сегодняшний вебинар напоминаю что дождите наших анонсов следующих а мы уже о нем рассказали здорово опять же о возможных изменениях тоже лучше то есть за возможными изменениями по вебинару по датам лучше следить вот и соответственно все кто заинтересовались заходим на сайт соответственно и приобретаем пакеты либо бронируем и все тому подобное Николай поставил нам хороший возу фанат Белкина тоже всем сто пятьсот всем большое спасибо за внимание что нашли время уделить свое время для нашего вебинара пишите отзывы заходите на наши группы ВКонтакте Фейсбуке Инстаграме подписывайтесь заходите на наш сайт Стронгбайстронг регистрируйтесь бронируйте места при сеть битах четыреста двадцать слава Басанов написал нам спасибо но хотелось бы ответом на все вопросы Ольга ответом на все вопросы займет столько же времени сколько мы что-то длилось вебинар минимум да и вы в принципе сможете сами себе ответить пройдя нашу школу на большинство вопросов которые здесь задают и так ждите старца записывайтесь спасибо вам огромное и у кого по московскому времени уже ближе дело к вечеру спокойной ночи крепких снов у кого не московского у тебя вообще уже давно пора спать у кого там может быть утро да у кого там утро всем добра силы всем пока до свидания